Ну что, друзья, я рад приветствовать вас на очередном разборе. Сегодня под раздачу, назовём это так, попадает фильм у нас «Дневник памяти». Некая картина, представленная замечательным режиссёром, которая говорит нам, повествует, это экранизация романа, повествующая историю о том, что влюблённая пара влюбилась в друг друга на всю жизнь, возлюбленная оказалась в доме для престарелых, так как у неё развивается альцгеймер, то есть у неё начинают атрофироваться отделы мозга, отвечающие за память. И молодой человек, уже, собственно, дедушка, за ней ухаживает и пытается воспроизвести всё то, что они переживали вместе, и тем самым показывая, как он сильно её любит, является ли это любовью – большой вопрос. Почему столь пристальное внимание я решил уделить этой картине? Да потому что нахожу в этом фильме очень много дегенеративных установок, которые прослеживаются в нашем с вами культурном наследии, то, что мы перенимали в своём детстве. Я знаю невероятное количество людей, которые этот фильм вдохновляет, им он очень нравится, в частности, женщины, прям в невероятном восторге пребывают от этой картины. И хочется показать инакомыслие этого всего, как наши паттерны психологические, наши установки, наши психотравмы ведут нас на пути бессознательного, и как мы проживаем свою жизнь, сами того не понимая, создавая себе ряд условий, преград для того, чтобы быть несчастливыми. Потому что только что отделяет счастливого человека от несчастливого – это выбор. Принять решение. Я хочу измениться здесь и сейчас, убрать всю солому из своей головы и начать действовать в том контексте, который будет приносить мне максимально благоприятную почву для моего становления и моей личности. К сожалению, данная картина покажет нам другой вектор восприятия, происходящего в отношении и любви, и созависимости, и того, как делать можно, либо не можно. Никого не осуждаю в этом фильме, никаким образом не посягаю на вашу личную любовь к данной кинокартине, а лишь высказываю свое мнение, строю ряд гипотез на основании своей компетенции. Если они окажутся для вас полезными, значимыми и ценными, я только от этого буду рад. Все, начинаем просмотр. Вот, собственно, та главная героиня, которая страдает у нас с заболеванием мозга. Извините. Пойдемте, дорогая, вам пора спать. Во мне нет ничего особенного. Я обычный человек с обычными мыслями. Запомните эту фразу, потому что сейчас мы увидим дегенеративное мышление данного персонажа, который противоречит себе с первых же минут этого фильма. Поэтому я прошу вас не обольщаться, и моя метафоричная явление, как очки, показывают вам, в чем проживают люди половину своей жизни. А может и всю часть. Я прожил обычную жизнь. Мне не поставят памятник, и мое имя забудется. Человек, да, в своей сути, он уникален. То есть ген, код, ключ – это все уникально. Он не имеет вообще никакого продолжения и повторения среди кого-либо. Даже однояйцевые, одноклеточные близнецы. Поэтому это автоматически отметает вообще любое восприятие в отношении того, что человек может быть обычным. И автоматическим образом его история не является самой обычной. И это лишь пыль в глаза для того, чтобы усилить накал страстей и придать главному герою шарм того, что он якобы, якобы, не зазнается, якобы не превозносит себя над другими. Но кое в чем. Я преуспел больше остальных смертных. Ну, блядь, ну вот как это сделают? Просто как это делают? Я обычный человек, непримечательная личность. И даже мне не поставят памятник. Но кое в чем я преуспел. То есть он автоматически этой фразой полностью уничтожил, нигилировал то, что он назвал до этого. Значит, он себя считает выше других, выше остальных смертных, то есть всего мира вокруг. А вот это уже естественным образом называется эгоцентризм, детское эгосостояние, когда я в центре всего мира всегда. Понимаете? Насколько глубоко чувак сам себя закапывает. Мое сердце переполняло любовь, и это все, что мне было нужно. Мое сердце переполняло любовь, и это все, что мне было нужно. О чем здесь идет речь? Понимаете, вот, ну, насколько оторваны от реальности эти вещи. То есть, мое сердце переполняло любовь. Перевожу на простой человеческий язык. У меня в моей голове было такое количество нейронных связей и гормональных привязанностей к данной женщине, что ни о чем другом я думать просто не мог. В моей голове была всю жизнь одна женщина-девушка. Вот что он хочет нам сказать. Вот это удача. Вы каждый день говорите, это старый проказник. Про что здесь идет речь, да? Вот это удача, это либо подкат к персоне молодой, о том, что она выдает ему, и он созерцает. Ну, либо он имеет в виду что-то другое, тому, что ему просто везет то, что он прожил одну жизнь, либо один день, а каждый наш день – это маленькая жизнь. Поэтому, если вы не знаете, чем заняться сегодня, вы автоматически не знаете, чем наполнить свою жизнь завтра. Ну, тут они перемещаются в читальню, избу читальню. Сейчас он будет повествовать историю их жизни, о том, как они проживали эту жизнь, как они друг друга любили, наполняли, и, как у них все было прекрасно. Обратите внимание на данного молодого человека, о том, что он идет к своей барышне и не упускает из виду ни одной юбки, для того, чтобы не почувствовать себя значимым ценным. То есть наш молодой человек проживает жизнь в поиске одобрения и подтверждения того, что некий внешний объект может стать стимулом к тому, чтобы его самооценка, его мужское мнение о самом себе выросло сиюминутно. Человек не думает наперед, человек думает, как я могу выхватить сиюминутное наслаждение здесь и сейчас, потому что прогнозы на свою жизнь, на дальнейшее выстраивание отношений со своей девушкой, это очень трудно. Что за девушка с сарой? Зову Телли Гамильтон. Приехала с семьей на лето. Денег у папаши через край. Ну и когда человек нам что-то говорит, он всегда говорит чуть-чуть больше, если вы способны к восприятию этого чуть-чуть. Он не спросил, какое финансовое положение, ни откуда она, ни какие у нее отношения с родителями, ни что она себя представляет. Он просто спросил, как ее зовут. И молодой человек автоматическим образом рассказал все свои ценности, половину своих убеждений и установок в отношении богатства других семей, других людей. Он просто показал карту своего сознания и мышления и говорит, вот он я, лишь одной фразой. Мы обращаем внимание точно так же, что он еще и курит, и он запускает программу саморазрушения, потому что любовь к самому себе это очень трудный и тяжелый путь. И свое тело любить и уважать могут только люди в осознанном состоянии, которые понимают и осознают, что тело — единственный скафандр, позволяющий воплощать все свои мечты в реальность. Потому что мое тело — мое дело. — Ялик, уйдешься на минуту? — Давай. Потанцуешь со мной? Прямое директивное внушение. Они не знакомы, даже никакого вопроса не задают. Естественным образом, первая реакция у меня будет отвержение, потому что она в себе не уверена, не считает себя достойной такого проявления. То есть ее это оттолкнет, и она не сможет объяснить нормально, потому что всем своим видом она будет показывать, что она этого хочет. И ее автоматически такое директивное внушение, высокопримативное, да, когда человек безрассудно вроде бы поступает, очень нравится женщина, в частности, ей сейчас она это отыграет прекрасно на своем лице. Фраза «Ной» говорит о том, что мы тебя уважаем, мы все понимаем, но извини, друг, она сегодня с нами, мы не хотим, чтобы ты бил нам ебучку, поэтому давай ты просто отступишься из-за того, что она достаточно хороша, и мы будем всячески ею угождать, покупать ей вату, предлагать всяческие развлечения, ходить за ней хвостом, чтобы в конце рабочего дня она выбрала один из наших хвостов, а может быть не один, этого никто не знает. Девушка с нами. Элли, машина чертова колеса. Неплохая идея. С удовольствием. То есть, ну, называется это обезьянничество, показушность того, что смотри, ты же понимаешь, что ты мне понравилась, и я это понимаю, но прояви, пожалуйста, еще несколько сагов, чтобы я убедилась, что эти типы не о чем, а ты красавчик. Правда, малышка? Извини. Ну что, пойдем. То есть, ну, изначально позиция нездоровая у нашей дивы, это очень деструктивный модель поведения, это манипуляции, очень примитивные вообще максимально, уровень муравей, но наш молодой человек на это поведется, потому что он тоже не считает себя достойным нормальных, хороших отношений, и он хочет себя обрекать на созависимую, длительную, долгую любовь, как ее преподносят нам в конце фильма. Но мы будем с вами распутывать клубок этой истории, и вы сами сможете по итогу сделать вывод, дабы не обольщаться, не сетовать на мои умозаключения, на какие-то мои гипотезы, на какие-то мои взгляды со стороны. Ты видела? Он почти вплотную подошел ко мне. Да? Он почти вплотную подошел ко мне. Он никаким образом не позволяет себе вести себя так, как ведут себя все мужчины вокруг меня. И меня это, естественно, очень сильно трогает, и меня это вызывает глубокий большой интерес. Вообще подошел, значит влюбился. Хотя удивительно, что он вообще подошел, значит влюбился. Ну, то есть, если мы будем все-таки заниматься немножко этимологией слов, влюбленность, вообще понятие не оцифрованное. Если я спрошу у вас, что такое влюбленность, каждый из вас ответит на вопрос, ну, это когда тебе хорошо, когда ты видишь другого человека. Поэтому называя слово влюбленность, очень тяжело, потому что ты все-таки находишь для себя новое, у тебя всегда на нового человека выброс гормонов, ты всегда воспринимаешь все по-другому, воодушевленного, очень сильно тебя это все укрыляет, и тебя это несет на крыльях любви, наполняет и расчехляет. Поэтому влюбленностью называть нельзя. Если мужчина влюбляется только насчет во внешность, это очень инфантильный мужчина, не понимающий, куда он себя засасывает. Ну что, опять у нас высокопримативные поступки. О чем это говорит? О том, что ему абсолютно насрает на всех людей, которые вокруг него. Он человек сначала делает, потом думает. Ему пофиг на обслуживание ТО данного колеса, то, что он нарушает технику безопасности, что могут повредить каретку, могут разбиться люди, могут повредить те люди, которые будут под ними, на которых они будут падать. То есть это ведет за собой ветериной тех событий, которые могут повлиять на этих людей. Но так как в наших реалиях мы наблюдаем то, что у нас у нашего молодого человека сено в голове, автоматическим образом это вызывает у нас, как у сторонних наблюдателей, выброс в гормонах, вызывающих, предвосхищающих такое же перепроживание эмоций. То есть мы, когда видим такое явление, думаем, что мы тоже так делаем, и наш мозг не видит в этом плохого, он видит в этом забаву, искорку и радость. Я хочу с тобой встретиться. Парень, ты в своем уме? Видите, ну, насколько беспомощным оказывается человек, ну, интеллигентнейший, который умеет общаться, разговаривать, проявлять терпимость, умеет находить компромиссы. И как нелепо на его фоне смотрится молодой человек, Найт Кахун, который показывает то, что я беру то, что хочу. То есть у нашего Найт Кахуна высокий уровень тестостерона. И это позволяет ему среди всего того сообщества иметь большую вероятность того, что он выхватит в себе самую аппетитную, сочную самочку. Не дури, Ной, ты же разобьешься! Ну, опять высокопримативный поступок, демонстрирующий свою силу, свою безбашенность, играющий, опять же, на манипуляциях в контекст того, что я сейчас отдаю свою жизнь... Ну, это... То есть я переведу на простой язык. Я настолько туп, глуп, невежественен, и у меня настолько сильно хочется присунуть тебе, что я готов пожертвовать своей жизнью, но автоматическим образом он этого не сделает. Это манипуляция, анатольная манипуляция, чтобы ты приняла ответственность и пошла с ним на свидание. Ой, прекрати! Ты со мной встретишься? Что? А ты что? Ой! Ну, тогда выбора у меня не остается. Вот, ну, то есть, во-первых, она сомневается дичайшим образом. Почему? Не хочу. Наверное, она уже хочет с ним встретиться и поддается на манипуляцию. Ну, то есть, каждый бы поддался. Я проживал такое в жизни. Это был прикольный опыт, когда манипулируют смертью в отношении тебя. Это... Проживая то в реальности, это страшно. Когда ты это вспоминаешь, это смешно. Манипуляция 2.0. Сейчас она сработает. Смотрите на этого Элеонора, француза. Не знаю. Ну, француза мне напоминает. Вот. Как нелепо он выглядит. Ну, это... Это его выбор, в первую очередь. Вести себя как пёс, тоже его выбор. Неумение выстраивать свои личные границы, точно такой же выбор. Если бы бежал чел, ногу выставляешь вперёд, и он не садится с тобой, если ты хочешь, чтобы эта женщина была с тобой. Скажи это. Я хочу встретиться с тобой. Ещё раз. Я хочу встретиться с тобой. Ну, ладно. Ну, вот. То есть, красавчик. Я не одобряю такого поведения, но он красавчик здесь. Ладно. Ты помнишь меня? Да, ещё бы. Мистер Исподняя, верно? Ну, то есть, да, здесь у нас вопрос. Ты помнишь меня? Ну, автоматическим образом помни. То есть, это концепция. Ну, гадала. Такое разве забудешь? Давай серьёзно. Я сожалею о том, что так вышло. Глупо было забираться на чёртово колесо, чтобы поболтать, но меня к тебе тянуло. Ну, на самом деле, здесь он автоматически проявляет свою интеллектуальную особенность, того, что он даёт себе что-то там, что это были неадекватные явления и вещи. Но он честно и прямо заявляет о своих чувствах, признаётся открыто женщине о том, что она ему не безразлична. Хотя он ещё не знает её ни секундочки. Ну, надо же! Вот это да! То есть, она не может адекватно и прямо воспринять комплименты. То, что она очаровательная, она ему нравится, она его устраивает. Она находит в этом забаву и интерес, тем самым показывая и выставляя это каким-то смешным явлением, а не чем-то поощряющим и наоборот сказав «Слушай, круто, ты мне тоже очень нравишься, поэтому давай мы с тобой из этого что-то выстроим». К сожалению, у нас так не заведено, у нас заведено витиеватые, крылатые формулировки вокруг да около. Ты всех так охмуряешь? Нет. Ну, так автоматическим образом сейчас она опять же этим вопросом она показала своё отношение к самой себе и свою неуверенность к самой себе, потому что какая разница по факту, как он относится к другим? Есть отношение к тебе конкретно сейчас. Если у тебя есть опыт, позволяющий найти и увидеть в мужчине то, что он так ко всем относится, ты это и пользуешь. Ну, прямой вопрос, ну, это, если он так делает со всеми, это глупость. Если он делает только с тобой, тогда это глупость 2.0. Ну да. А вчера я видел тебя с малышкой Ривенс. Что ты делаешь вечером? Что? Если вы не хотите отвечать на какой-то вопрос, просто его игнорируете. Это очень хорошая манипулятивная техника. Или завтра, или в выходные, мне всё равно. А что? Опять абсолютно неважная, неграмотная позиция, потому что он обесценивает себя в своё время. У него нету ценностей этого всего, потому что он говорит, я готов поставить тебя на центр стола в своей жизни. Вот есть моя жизнь, это стол, я готов поставить тебя и вокруг тебя танцевать пляски с бубнами, вместо того, чтобы заниматься реализацией, своими ценностями, своими целями и выстраивать свою жизнь так, как я этого хочу. Я буду присмыкать перед тобой в надежде того, чтобы получить чуточку твоего внимания. Перевожу просто сейчас, это на русский язык всё. по факту он говорит сейчас я привязываю своё, ну, здесь спорный на самом деле момент, да, автоматическим образом, то есть всё влияет и как ты выглядишь и кем ты работаешь, какой у тебя социальный статус, какой у тебя заработок на то, как ты себя ощущаешь, но это не является основополагающим элементом, потому что для того, чтобы быть уверенным в себе, усилия не нужно прилагать, чтобы быть спокойным и уверенным в себе, усилия прилагать не нужно. А он сейчас вот между Метии некоторым и говорит я-то себя знаю, кто я для себя, да, но при этом ты видишь во мне, как мне кажется, какого-то лоха, но он не может знать наверняка, потому что она до сих пор проявляет и проявление неинтереса, это проявление интереса. Единственная форма, при которой мужчина понимает, что женщина больше никаким образом не заинтересована в нём, это тотальный игнор. поэтому если эмоциональная реакция есть, это замечательно. Если мне кто-то понравился, если я влюбился, у меня ум за разом заходит. Господи, в кого ты там влюбился? В тебя. Ну, да, тут я понимаю удивление малышечки этой, потому что я тоже не понимаю, как ты влюбляешься в то, что ещё не знаешь, не понимаешь. Ты просто не осознаёшь. А если ты завтра узнаешь, что она убила семерых людей, ты тоже будешь её так же любить? Хорош. И он сейчас говорит, я могу быть каким хочешь для того, чтобы угождать тебе при каждой возможности, каждый удобный случай, который вообще есть или существует в этой жизни, чтобы тебе понравиться. Я буду таким, какого ты захочешь. Нет, это на самом деле страшно. Это на самом деле страшно. Одобряю. Ну, это тоже очень плохо. Не в контексте плохо, что это вот типа это так девушки себя ведут, к сожалению. И это мужчины поощряют тоже, к сожалению. И вместо того, чтобы уметь общаться, разговаривать, выстраиваются такие сложные, невероятные, глупые вещи для того, чтобы прийти к тому, чего хотят два человека. Она говорит, нет, не получится, но ты что-нибудь придумаешь. Да, и это естественным образом, да, два отношения к такой дуальности. Относишься, как относишься, либо принимаешь правила игры, либо выстраиваешь свои правила для того, как тебе можно обращаться, как с тобой обращаться нельзя. Ты о чём? Нет, Эли, ты ведь помнишь Ноя, верно? Ну, ты же сама хотела, чтобы он что-нибудь придумал. Вот он придумал. Это вот, ну, это в этом во всём инфантильная позиция маленьких девочек. Вы чего, ребята? Может, пройдёмся? Кого ждём? Может, пройдёмся, кого ждём? Ты мне не нравишься, ты меня не выстраиваешь, зачем ты ко мне лезешь, зачем ты сюда меня притянула, и не хочу с ним ни быть ни под каким предлогом. Теперь она уже думает не головой, а своей циклеткой. Поскорее бы уже что-нибудь с ними интересное случилось, поэтому ей так интересно. Тебе семенадцать. Это, конечно, крылатое выражение, но этого просто невозможно. Естественно, она шутит. С самого детства. Все в делах? Угу. Очень жёсткий график. Все то есть сейчас наша главная героиня скидывает ответственность на обстоятельства. Не я создаю себе такую жизнь, чтобы я постоянно была там занята, что её не устраивает, как это оказывается. А жизнь выстроена таким образом, что она не может себе позволить отдыхать, развлекаться и веселиться. Собственно, это её выбор. Не жизнь виновата, а она создаёт такие условия в своей жизни, для того, чтобы потом жаловаться на то, что она не может себе это позволить. Авторок, математика, латыни, обед, теннис, танцы, иногда всё вместе. Урок французского, музыка, дальше ужин. Ну, идеально же всесторонняя развитая личность. Это очень круто и классно. благо твоим родителям, что они воссоздали для тебя такие условия, где ты имеешь право и имеешь возможность приходить туда, где твой ум приумножается, а не приходить туда, где его раздербанивают всяческие слабости и вольности. А со всем остальным приходится справляться самой. Какой-то грубый. Извини. То есть по факту он озвучивает то, что является действительным. Потому что она сама не решает, за неё решают родители, он озвучивает, переводит это на простой язык и хочет уточнить, она называет это грубостью, опять его виноватит, по факту никакой грубости нету, его это забавляет и он просит прощения, то есть извиняется за то, что он лишь уточнил и подтвердил то, что является данностью. Ну, вопросов больше нет. Решите, пожалуйста, мне выйти с экрана. Да. Просто выясняй, есть ли у тебя желание. А чём? Всё это ты делаешь по необходимости. А что по собственному желанию? И сейчас, да, он пытается впихнуть её в свою собственную картину мира, потому что в его собственных желаниях такого и в мыслях нету, потому что у него нет такой возможности для того, чтобы обучаться, развиваться и стремиться к какому-то колледжу, достатку и пониманию самого себя. И естественным образом он перекладывает свою картину мира на неё, тем самым заставляя усомниться в том, что она ведёт себя правильно, рационально и показывает ей, что, возможно, ты ошибаешься и можно свою жизнь проживать немножко безалаберно и инфантильно, как это делаю я. Просто я думал, что ты... А говори. Ну, свободна. Я думал, что ты свободна. Что есть свобода? И это очень эфемерное такое сургатное понятие, которое нельзя никаким образом оцифровать. Есть пространство вариантов, в которых мы себя организуем. То есть, я понимаю, что меня в моей жизни что-то не устраивает, меняю среду и условия, выдавливая из себя раба по капле. тем самым расширяя себя на возможные варианты того, как я могу себя повести. То есть, приходя в магазин, я понимаю, что я могу купить себе любой продукт, который мне хочется, создавая себе варианты посредством улучшения своего финансового положения. Он говорит сейчас про свободу. Естественно, ту, которую воспевают в кинематографе, в стихах, в поэзии, но ничего общего с действительностью она не имеет, потому что в дамыном контексте он абсолютно не свободен, а она имеет намного больше вариантов, нежели чем он. Но он сейчас это выставит наоборот. То есть, шизофреничность мира во всей своей красе. Это обезьяньи игры. Девушка, любая, директивно, внушаю, мужчины, берите на заметку, любят игру. Когда вы на любой встрече, на любом свидании воссоздаёте механизм игры, даже проговаривая его, девушка проживает его в своей голове и понимает, что что-то сейчас будет. То есть, всегда неоткрытая конфета. Сейчас он это прекрасно будет использовать, и малышка будет подкидываться на него всё больше и больше. Поэтому, мужчины, если хотите воссоздать приятное свидание, сделайте игру, сделайте какой-то интерес. Удивите! Мы с отцом часто приходили сюда, ложились и смотрели, как меняются цвета. мой отец с сеном в голове, и я перенял от него это качество, потому что лежать на проезжей части это абсолютно, абсолютно невозможная история для какого-то рассудительного поступка. То есть, в действительности ты не знаешь, что скоростью будут ехать автомобили, машины. Понятно, что есть условия, формальности, временные рамки, но при прочих равных это очень чреватая история, которая может обернуться последствиями очень негативными друг для друга. Может, ты встанешь? То-то и оно ты никогда не делаешь то, что хочешь. Так как у нее кривая стратегия достигать, она автоматическим образом на это подкинется и естественным образом выполнит его прихоть. Хороший момент, так работает принятие. То есть, ну, если вы что-то делаете, отдавайте себе отчет в последствиях сделанного. Потому что, если вы совершаете поступок и начинаете думать о том, на что вы не имеете влияния, в данном случае вы не имеете влияния на воспроизведение машины на асфальте, волноваться об этом не имеет смысла. Поэтому принятие. Умирай в принятии. Абсолютно пустая глупая фраза верить чему? Случайности? Потому что нужно практиковать практики медитации, практики осознанности, практики принятия, умения работать со своими мыслями, потому что твои мысли тебя до хорошего не доведут. Да, как только наша перфронтальная кора начинает заниматься какой-то деятельностью, связанная с ее функциями, мы автоматическим образом переключаем внимание с дискомфортных ощущений на процесс. То есть, если я тревожусь, вот тревога, вот рисование, смотря на рисование, тревоги я не замечаю. Берите на вооружение. Ну вот, поэтому сейчас естественным образом у них выбрасывается эндорфин, норадреналин, который говорит, нифига себе, ты доминантная обезьяна, то есть, ты в этот момент, сейчас, был на грани смерти, и ты выжил. Вот тебе вагон гормонов, эти гормоны их вместе объединяют, и они уже стали намного ближе, чем они могут себе представить. Одобряю, на улице танцевать можно, это уже ее негативные деструктивные установки, которые ей необходимо менять. Берем на вооружение. Ааа, то есть, перевожу на русский язык, что сейчас сказал наш уважаемый Ной, старший, ничего, переслушайте эту фразу, и в этом услышите ничего. Они полюбили друг друга? Да, это случилось. Что есть любовь, ответив, задав себе вопрос, мой уважаемый зритель, вы сможете ответить только сами для себя, потому что кто-то называет это любовью, кто-то назовет это созависимостью, кто-то назовет это деструктивным соотношением, разрушающим друг друга и приносящим страдания вновь и вновь. Каждый решает сам за себя, я лишь выскажу вам свою гипотезу, которую буду рад представить в этом фильме. Конечно, эта барышня справа намного привлекательнее, как по мне, с более аппетитными, приятными формами. «Извините, я не хотела вам мешать». Можешь не извиняться, поднимайся лучше. Да, кстати, очень интересный момент, показательный, в таких случаях просить прощения, крайне глупая история, потому что если бы ты не хотела, ты бы не появлялась в это время, ты создала для этого условия, чувство вины тебе присуще, потому что ты извиняешься за то, что сама воспроизвела, они могли тебе сказать, ты нам сейчас неудобно, поэтому это было бы уместным. Ну и автоматическим образом, это формальная как бы фраза, которую отец воспринимает как данность и доброжелательный такой прием показывает в том, что ну извините меня, ничего страшного, ты нам не мешаешь. Тихотворение превосходное, кто написал? Уитва, видишь ли, в детстве он очень сильно жайкался. Отец? Да, а еще как. Ну то есть тоже показательный момент отношения отца к сыну, потому что тут нет уважения, потому что он понимает значимость, ценность, важность дамы этой юной. Прямой вопрос задавала дама, прямой вопрос дама задавала как раз таки своему парню. Отец перебивает, считает невозможным нашего юнца ответить самостоятельно, начинает рассказывать сразу видную неловкую историю, тем самым показывая ему, что он еще мал, то что он еще не сепарирован, а это в действительности так, тем самым отыгрывая в нем состоянии эмоциональной депривации и неумения выражать себя, страх выражать себя. Ребенок есть такое, понимаете, как логоневроз, и он начинает запинаться и заикаться только в тех случаях, когда у него повышенное содержание кортизола в крови, то есть избыточное количество тревожного состояния внутри. и он начинает воспроизводить речь быстрее, чем может себе это позволить, чтобы быстрее закончить, не испытывать стресс при выражении себя. И автоматическим образом можем, скорее всего, представить, что с мамой что-то произошло, потому что она сейчас упоминает про то, что я заставляла его, и мать здесь не участвовала. Возможно, наверняка я знать не могу. Это был невероятный роман. Он деревенский парень, она горожанка. У ее ног лежал весь мир, а у него за душой не было ни цента. Да, это удивительная история, вырванная из реальности. В наших реалиях такому очень сложно произойти из-за разницы установок и социального взаимодействия. Это не хорошо, не плохо, это как данность такое есть, но повседневности это очень трудное, сложное явление. Поэтому так история это и воодушевляет, и вдохновляет. Вопрос из разряда «А ты бы любил меня, если бы не встретил?» Прогнулся. Но мы вспоминаем, что он хотел прогибаться, потому что он сразу ей сказал «Я буду делать все, о чем ты меня попросишь и все, о чем ты мне скажешь». Если я каблук, тогда я естественно птица, олень, и твой каблук мог бы не так сильно давить на мои щечки, потому что я не могу выбирать свои выражения и твою метафору не продолжать, потому что считаю ее абсурдной. И можете кинуть помидор экран монитора, который вы смотрите, если вы считаете, что это не так. Заленил опять. То есть он просыпается, внутренняя обезьянная история, говорит «давай скорее, что ты морозишься». Потом она, видимо, взгляд кинула жесткий на него, и он такой «все, извини, пожалуйста, прости». Теперь директивно психологический очерк. У нас есть отделы мозга, отвечающие за страх. Когда вы человеку говорите, что твой страх бесполезен, абсурден, не имеет смысла, вы подписываетесь себе смертный приговор в том, что вы дегенерат, потому что человеческий страх продиктован именно своим субъективным переживанием прошлого опыта. Поэтому когда вы кому-то говорите «почему ты боишься?» ответ «потому что?» насилуйте тем более ваших детей либо окружающих присутствием собой в их жизни». Они без конца спорили и редко соглашались друг другом. Назовите мне где здесь любовь. В чем любовь? том, что без конца без края выяснять отношения, ругаться. В дальнейшем мы увидим какое сено в этой голове и там бы корове орудовать и выедать по капельке из них это невежество в отношении друг друга перестать насиловать друг другу мозги и заняться самими собой своей жизнью. Нет, они будут выбирать находиться вместе, потому что называют это любовью. и вечно ссорились они терзали друг друга каждый день. Вот это прям адекватное взрослое классное женственное поведение в отношении того мужчины которого ты любишь. Но ему естественным образом ему это нравится потому что он поощряет данное поведение своим вниманием. Плюху словил поцелуй получила. Это очень деструктивные вещи, которые прорезаются женщинам в сознании и дают им возможность так себя вести. А мужчины смотрящие это точно так же выбирают и поощряют данную стратегию поведения. Можно пожалуйста мне оркестр чтобы я громко сидел чтобы моя дочь замечала меня. Мне бы хотелось с ним познакомиться. Пригласи его в воскресенье. Одобряю. Кстати абсолютно правильная отцовская модель поведения потому что например я имею некоторое количество романов с девушками в школьном возрасте ни разу один раз меня позвал отец дочери домой пообщаться то есть спросить что ты за кент какие у тебя ценности в жизни кто ты из себя что ты можешь и в чьи руки я передаю свою дочь сегодняшних реалиях это не то что невозможно этого просто не существует будущие отцы будущие папы смотрите с кем ваша дочь общается что это значит ну нельзя так делать я лично тоже собираюсь быть отцом не знаю кого отцом дочери либо мальчика либо там мальчика дочери обязательным образом буду приводить вернее просить свою дочь приводить того или иного мальчугана и узнавать кто что за тип что происходит какие у него есть некоторые психотравмирующие состояния в его психике юной чем вы занимаетесь я работаю вместе с финном на лесопилке прелесть какая лицемерия нам не занимать а что это вы здесь делаете сидите с нами за столом невежественные люди вы какое посмели право тут находиться с нами спасибо ноя можно у тебя узнать как много там платят то есть то же самый вопрос в этом обществе автомате понятно же что да зарабатывает он там копье и естественным образом он хочет поставить на место чтобы он понимал где он находится с кем он находится и вынося этот вопрос на публичное обозрение ставить тем самым его на место но поставить на место можно только того кто ставится иной в этом случае будет красавчиком что сможет очень классно ответить честную правду какая и есть то есть ной хорош тем что он не строит из себя того кем не является и посмотрите на эти лица и запомните их на всю жизнь потому что после этого жизнь нашей юной особы не станет прежней не вот здесь ошибка если вы что-то сказали в своей жизни про самого себя и это в вашей жизни есть значит вас это устраивает не надо оправдываться как только вы начинаете оправдываться объясняться договаривать что никто не спросил тебя устраивает это не устраивает откладываешь спросили сколько ты зарабатываешь и тут человек начинает он сейчас почувствовал что он какой-то не такой здесь. И тут человек начинает сам себя закапывать, продолжая этот монолог. В данном случае, потому что вопроса не поступило. Доча, шо ты, блядь, делаешь? Вот такой взгляд только что был у нашей матери. Нормально, да? При всех гостях в светском рауте взять и закрыть своему мужчине рот. Нормальный движ. Чисто я тебя люблю, уважаю и ценю. Обратите внимание. Наш малый подрослел. Когда-нибудь я его куплю и приведу в порядок. Крыша. Водопровод и электричество. Я устрою там мастерскую. А мое мнение? Никого не интересует? Нет. Почему он должен интересовать, если я говорю про свой дом, про свои желания? Тебе есть что сказать? Да, конечно. Завинователа. Понимаете, вот, ну, тонкий момент очень сильный. Опять завинователа его. То есть, что значит тебе... Так скажи нормально, через рот. Слушай, я вижу наше с тобой дальнейшее будущее. Я хочу вместе с тобой здесь его благоустраивать. Сейчас уместно буду высказать то, что я насчет этого всего думаю? Ну, нет. Я зачем? Я хочу белый дом, голубые ставни и комнату с видом на реку, чтобы я могла рисовать. Не мое мнение, а удовлетвори мой вагиноцентризм для того, чтобы я могла делать то, что я хочу. А устраивает тебя это или нет, мне абсолютно... Вы, кстати, обратите внимание на то, кто смотрел у меня разбор фильма «Три метра на дурном небо». Вот, блядь, это одинаковые фильмы, просто в три метра на дурном небо показали реальность таких отношений, а здесь сказка в конце. Ну, я с ума схожу, а тебе словно на все наплевать. Тебе... Здесь у нас отыгрывается детское эгосостояние. Девочка впадает в созависимую историю и говорит «Ты обесцениваешь мои чувства, тебе на все наплевать». Подожди, родная, так это ты переживаешь и волнуешься, ты не можешь справиться со своими эмоциями и ты предложила, чтобы мы с тобой потрахались. Почему сейчас ты виноватишь меня вместо того, чтобы принять ответственность и спросить как ты так себя хорошо чувствуешь и почему ты так безусловно мне доверяешь, а я не могу расслабиться и считаю это чем-то постыдным и плохим. Сэр, она не виновата. Это я забыл времени. Посиди. Батя, кстати, здесь нормальный Рекс, отыгрывает очень качественные стратегии, максимально спокойные отношения. Но важно помнить о том, что спокойные отношения не являются нормой для всех людей. Сознайте, то есть есть такой канал «Ментал», и там вот такую хуйню впаривает людям просто. Есть какие-то нормы и правила, по которым должно следовать какое-то общение. Нет. Нет. Не передавайте себя в момент времени. Если вы реально спокойны и научились спокойствию, и для вас это свойственно, для вашей психики, следуйте правилу. Но если вы любите другое явление, так проявляйтесь в социум. Она где-то бродит с этим парнем до двух часов ночи, и кто-то должен положить этому конец. Я потратила на воспитание дочери 17 лет. Всю сем... У мамы в голове сено и у дочери в голове сено. Заниматься воспитанием должен отец, дочери, чтобы ей ограничивать доступ к всевольностям и фривольно ее создавать, потому что потом вытекающие последствия происходят вот такими вот. На разборе фильма «Аладдин» мы это очень сильно увидим. То, как сказывается отсутствие отца в жизни дочери. «Он очень славный мальчик, славный мальчик, но он беднота, простота, рвань, это не твой уровень». То есть по факту сейчас она говорит те вещи, которые очень сильно логичны для реальной жизни. Это фильм. Он ориентирован на что? На массовость. Это не забываем. Он тоже это понимает, поэтому сейчас у него такое лицо, он это осознает, и внутри него шквалы буря эмоций. И он сейчас примет решение манипулятивное. манипулятивное, потому что если бы он действительно считал, что он недостоин, он бы не уходил, он бы сказал «Милая родная, я готов пахать, впахивать, звезда колена обезьяна, будьте здрасте, давай начнем». Но если ты уходишь и тебя останавливают и ты остаешься, это манипуляция. «Я запрещаю с ним встречаться. Точка. Нет, не точка. Все. Нет, это не точка. И не надо указывать, кого мне любить». «Любить?» «Да, папа, я люблю его». Понимаете, какая произошла смена ролей? Отец выступает в роли главенствующего в семье и говорит, что делать, что не делать. А тут мама матриархальная, мы вспоминаем, как она вела себя за столом и затыкая рот своему мужчине, когда он хотел пошутить. Папа выступает у нас здесь кем? Тряпочкой, в которой можно поплакать. Не конкретно, что это обесценивание отца, либо он какой-то неправильный, а просто сейчас происходит смена ролей. Агрессор, жертва и спаситель. «Но не подходит тебе дочка?» «Я знаю, конечно, он вас не устраивает. Он из простой семьи, он бедный, необразованный, часто грубый, совсем не светлый». «Поэтому ты его и любишь, поэтому он тебе и нравится, поэтому это человек не присмыкается перед тобой, он делает не так, как ты хочешь. И тебе в твои гормоны ударяет, мочает, и ты начинаешь его любить, называть это любовью». «Я люблю его». «Тебе это только кажется. Я люблю его». «Тебе семна». Ну, матерь тут, конечно, адекватно говорит, потому что «Тебе это только кажется, потому что он, ну, потому что он ведет себя не так, как все остальные, и поэтому тебе так сильно хочется с ним находиться, потому что он высокопремонтивный, доминантный на животном уровне самец». «Ной! Ной!» «Вот та манипуляция, про которую я говорил. Если бы он хотел уйти и уехать, понял, что все, типа это не для него, не про него, он бы уехал и все». «Подожди». «Но вся их любовь будет построена именно на этом». «Ты уходишь? Прости, пожалуйста. Мне жутко стыдно. Я не знаю, что сказать». «Пойду». «Нет, только не уходи». «Я должен о многом подумать». «О чем ты хочешь подумать, а?» «Ну, по факту, да, он тоже про себя знает то, что он недостоин ее. Она это понимает, он это знает, они вдвоем это скрывают, его это начинает злить, что она его обманывала и автоматическим образом его это выводит на эмоции. И сейчас вы увидите проявление этой любви, настоящей, честной, светлой». «А я остаюсь. Я счастлив, что это так, потому что тебя ждет миллионы разных событий». «Нет». взять и выучить книжки, как мы это можем сделать с вами сейчас. Читать, образовываться, влаживать свой капитал, развиваться. Малыха же имеет вседоступность и ресурсоемкость. И автоматическим образом это как бы и манипуляция, и констанция факта. «Тебе столь дума речь. Тогда поедем со мной. В Нью-Йорк? Да. Что мне делать в Нью-Йорке? Быть со мной». На самом деле это инфантильная позиция, очень, очень инфантильная позиция. А он здраво рассуждает, что мне делать в Нью-Йорке. Специализация, чем мне там заниматься, куда я могу пристроиться, что я могу там освоить, как я могу быть полезным для этого общества, нужен ли я там. А она сейчас думает не мозгами, а мочой, естественным образом, потому что она говорит, мне все равно, едь туда со мной. А кто будет нас содержать? Кто будет брать ответственность за нашу семью, за питание, за медицину, за образование? У тебя понятно. Мы с тобой поссорились. Папа, привет. Помоги, спаси. Я что буду делать? Я... Давай не будем решать сегодня. Очень здравое наблюдение. Ну и у нас простак, но дает здесь фору всем. Когда вы не понимаете, что происходит, чувства берут вверх, вы не осознаете происходящее, эмоциональная составляющая слишком высока, дайте себе возможность очень сильно переосмыслить, что с вами происходит. Манипуляция на чувство вины. Он такого не говорил, он такого не произносил. Но наша девочка боится быть покинутой. И это очень сильно прослеживалось в сексе. Она в себе очень сильно неуверенна. И автоматическим образом она в этом видит угрозу для себя. Я ведь говорил, поживем, увидим. И ты сможешь без меня? Блять. Вот просто кто-нибудь, если мне скажет, что здесь нет созависимости, просто распишитесь в собственном никчемности. Потому что этот вопрос и ты сможешь без меня основополагающий элемент любой созависимой больной любви. Да, сможет. Потому что я отделен, и ты отдельно. И вместе мы даем друг другу то, что у нас есть в переизбытке. А не мы вместе с друг другом из-за того, что нам плохо поодиночке. А разве у меня есть выбор? Пожалуйста, не бросай меня. Ты ведь это не всерьез. Черт. Если уж ты решил порвать со мной, зачем ждать до конца лета? Опять манипуляция. Он попросил завтра поговорить, все переосмыслить, подумать. А она сейчас манипулирует и говорит, черт возьми, малой, давай. Ну, у кого были созависимые отношения, тут понимает, про что идет речь. Она знает, что он тоже в созависимости. Она знает, что он такого не проговорит. И автоматическим образом сейчас из жертвы переходит в преследователя, в агрессора. А он становится жертвой. Давай расстанемся прямо сейчас. Ну, давай. О, какая любовь. Мужика своего пихать руками, оскорблять матами. Ай, давай. Любовь 2.0. Ну что ты? Брось меня. Брось. Любовь 3.0. Брось меня. Брось. Брось. Уважение, ценность, принятие, вера в мужчину. Хватит. Знаешь, я сама решу эту задачу. Понял? Все. Милая моя, а кто создал эту задачу только что? Тебя просили подождать до завтра. Кончено. Иди сюда. Не прикасай. Что, блядь? Заоленила. Манипуляция сработала. Иди сюда. Я хочу, чтобы я тебя успокоил, потому что ты только что прошлась по моим яйцам и сделала секаторную историю. И мой тестостерон немножко упал. Это, получается, чувак сейчас подрочил, условно. Дайся ко мне. Я тебя ненавижу. Ненавижу. Ой, подождите. 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 Не ты ли мне? Два часа назад, когда мой член был в твоей вагине, говорил слова любви. 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 Жене пью, бене пью. Смотрим и видим. Я поехала. Единственное нормальное решение. И сейчас смотрим на ее реакцию. Убирайся. Все. Опять манипуляция. Она сейчас опять жертва. Она сейчас опять жертва в стадии агрессии. Он жертва, на которой вы агрессируют. Уезжай. Катись. Пошел. Пошел. Машина ни в чем не виновата. Это очень сильное нарушение когнитивного вашего состояния, молодая женщина. Нет, подожди минуту. Блядь, ну как? Здесь может быть рейд... Ну вот люди просто, блядь, вы понимаете, что вы во тьме? Вы просто во тьме. Вы просто во тьме. Этот фильм воспевали мне человек 10. Что он прекрасный, осмысленный, наполненный. Это моча. Мы ведь не по правде расстаемся. Бросим. Просто поссорились, а завтра встретимся, как ни в чем не бывало. Правда? Кто кого кидал, скажите, пожалуйста, мне. Пять минут назад. Просто у Моя есть яйца. Он все их вернул. Она только взяла его за мошонку, только поднесла ему секатор, и он такой, подожди, милая, я тебя услышал. Уехал. Уехал. Представляю, как она горевала. Блядь, вы понимаете? А кто предложил расстаться первым? Представляю, как она горевала. То есть, с возрастом у нашей барышни в голове осталось только сено. Абсолютно без мозгов. Лучше бы он послал ко всем чертям ее родителей, чтобы они оставили привычку лезть в чужую жизнь. Да, возможно. Ой, а кто бы вас содержал, мне интересно, привычку лезть в чужую жизнь в 17 лет, а? А с другой стороны, если бы мужчина имел под собой такую сильную базу, внутреннюю, ментал свой стержень, чувствование того, что женщина мне важна, но, блядь, это не про эту женщину, здесь не за что отстаивать перед родителями. Не за что просто. Другая ситуация. Родители против. В силу каких-то своих идеистичных взглядов на жизнь, обстоятельств. И мужчина говорит, я ресурстоемкий, я могу забрать женщину из вашего прайма и вселить в себя инкорпорацию. Потому что женщина уходит в другой мир, мир мужчины, и живет с ним. И он говорит, я тебе гарантирую по всем твоим уровням безопасность. Все, милые мои, вы, конечно, молодцы. Захотите извиниться перед своей дочерью, передо мной, приходите, и будем разговаривать. До свидания, я люблю вашу дочь. Можно стоило? Слушай, ты должен кое-что ему передать. Скажи ему, что я его люблю и прошу у него прощения. Давай расстанемся с тобой, потому что я не вынесу этого всего, поэтому пошли тебе первый. Да, хорошо, давай. Я его люблю, не могу без него. Скажи, что я прошу прощения. Понимаете? Слова прощения это слова, когда ты понимаешь, что ты не будешь поступать точно так же, как делал до этого. Поэтому, когда человек извиняется, перед вами за один проступок больше пяти раз, он это использует как средство дегенерации вашей собственной, потому что он пользуется вашей слабостью и не умением отказывать людям и говорить то, что вы думаете об этих людях. И они просто понимают, что вы слабы, и они будут вами пользоваться. Эли, я провел с ним всю ночь. Он был просто раздавлен. Все кончено. Ну и тоже красавчик. Никто, ни в коем случае, не обесценивает чувства людей, которые находятся в данной картине. Факт остается фактом. Единственное верное решение, да, и с той, с другой стороны, да, блять, их там нету. Это два этих, петушка, два тинейджера, которые думают, что они могут решать проблему, которую вас создали, но нет. Потому что ни одного, ни второго, там нету мозгов. Решением это холодно отпустить эмоции, взвесить всевозможные варианты, если это реально про любовь, и сказать друг другу, ты меня любишь? Да. Ты готов быть со мной всю свою жизнь на теперешний момент? Да. Какие варианты мы можем извлечь из данной ситуации, которую мы создали? Каким образом я могу поступить? Что я могу сделать для тебя? Что ты можешь сделать для меня? Какую специализацию я могу получить в Нью-Йорке? Как я могу быть полезен в Нью-Йорке? И что я могу делать для того, чтобы мы могли друг друга обеспечивать и поддерживать на какой-то промежуток времени? Нет, блядь, давайте будем ругаться, истерить, вести себя как обезьяны. Единственное отличие нас от обезьян это неокортекс, пожалуйста. Пользуйтесь тем, что вам дано от природы. Довольно мучить друг друга. Кстати, пиздюк говорит нормальные вообще явления и вещи, потому что у него как раз таки с барышней своей все прекрасно. Ему трудно, но он все понимает. Лето закончилось и пора домой. Он напишет тебе, если захочет, а нет. Запомните, сейчас пиздюк поступает исходя из своей картины мира. Трезвый, взрослый, да? И навешивает ей, естественно, свое представление об реальности. Созависимое представление о реальности и другое. Летние романы заканчиваются по разным причинам. Сейчас просто, пожалуйста, послушайте его спич, который будет там. и попробуйте это переложить на какую-то реальность. Столько говорится и делается, но исход всегда один. Они как падающая звезда, захватывающая мгновение вспышки небес, мимолетный проблеск вечности, только вспыхнуло. То есть, что здесь сказано? Ничего. Ничего. Если люди говорят про какую-то любовь, она должна наполнять, воодушевлять, окрылять, создавать движение, сближение с самим собой. Почему так плохо тогда? Целый год он писал ей по письму в день. Трис? Ну, это, конечно, у нас была команда, не помню, где мы участвовали, и там было название команды «Слабоумие и отвага». Вот это вот про это. Опять же, я говорю про себя, про свое отношение, про свое отношение к этому всему, и то, как я это вижу. Вы можете думать совершенно по-другому, ссылаться на абсолютно другие источники, для кого-то это абсолютно правильная ультимативная форма любви, вообще настроение и отношение к жизни, вообще что хотите, то и думайте о отношении этого. Мне абсолютно все равно по-настоящему, потому что никоим образом это не видоизменит мое отношение. Почему? Потому что я отталкиваюсь от того, что применимо. Концепции в этой жизни не то, что много. Ты можно ебануться головой об асфальт, пока ты все прочитаешь, изучишь, а я общался с очень большим количеством людей. И знаете, какой самый главный критерий? Это ваше ощущение и понимание того, что происходит. Больше вообще ничего не властно ни над чем. Я в том числе так же, как Ной себя вел, оленил, бегал, манипулировал, боялся, не мог говорить прямо, придумывал какие-то косвенные явления, движения, что-то создавал, наводил кипиш. Я не какой-то здесь сижу, восседаю на валики пассажном. Познавший дзен, я точно так же, как и вы, наблюдаю, учусь и сам в этом же фильме прокачиваю сам себя, чтобы в очередной раз не наступать на те же грабли, которые были уже наступлены, и отпечаток остался здесь, на этом месте. Я точно так же выщемляю из себя все свои негативные, не нравящие мне самому установки, поэтому и вас призываю к такому же рациональному отношению к жизни. Используйте слова, которые вам понятны. Не надо наполнять свою жизнь пустотой, которая не будет ничего конструктивного за собой нести и создавать. После целого года молчания, но решил все забыть и начать новую жизнь. Год понадобился для того, чтобы принять решение жить дальше. Терапия очень сильно ускоряет процесс. У людей, к сожалению, я сегодня пост читал у одной женщины, это, конечно, смешно наблюдать, она говорит про то, что я мазохистка, и я буду решать все сама. Понимаете, проблема не решается на том же уровне, где она создавалась. Человек не может сам себя осознать. Его бессознательное это его убеждение. Он мозгом их не достает, потому что решения принимаются до того, как ты их осмыслил. Забудьте про самолечение, забудьте про самостоятельную помощь самому себе. Вы не можете этого сделать в прямом контексте этого и смысле этого слова. Это невозможно. Это должно быть какое-то острое эмоциональное переживание. Либо хотя бы, хотя бы такие разборы, потому что они вкрапляются в вас, они въедаются щупальцами. Я вхожу в ваши головы, расчленяю вам черепушку своими щупальцами вхожу в ваши нейронные пути и достаю из вас зависимость хотя бы на уровне сознания. Но как только вы опять впадете в то бессознательное ядро созависимости, ваши чувства воспрянут. И тут только мы можем призвать к нашему кортексу, который поможет нам собладать с нашим смятением внутри. Запомните этого офицера. В общем, предыстория. Малая пошла работать в госпиталь во время учебы и сейчас он с корреспондентом тусуется. запомните эту сцену. Так. Мисс, можно один вопрос? Я заметил, вы безогручевны. Ну что значит, мисс, можно один вопрос? Да блин. Никогда вы так не разговариваете. Если вы хотите спросить вопрос, спрашивайте. Человек взрослый рядом с вами имеет право выбрать, отвечать, либо не отвечать. Но когда вы задаете человеку вопрос, тем более женщине незнакомой, она из-за испуга скажет, скорее всего, занят, спешу. Мы шли с другом и тут две девушки разговаривают, а мы там что-то... Вопрос был про поцелуй на первом свидании и я говорю девушке вопрос и мы заняты. и они очень сильно испугались, а не заняты они. Поэтому лучше директивно спросить и вам будет проще и им будет проще. Вы снимите с них ответственность. Примите к сведению, что я превосходно танцую и у меня совершенно непристойное намерение. Проявляет свою что? Правильно. Примативность высокую и говорит о том, что малышечка, я буду за тобой идти, пока ты не согласишься и я тебя не добьюсь. Но у нас есть очень важная особенность такая. Я ее раскрою позже. короче, она ее сейчас замутит, она влюбится. Поедем дальше. Я много думал о том, почему нам не следует жениться. Вот как? Ну и почему же нам не следует? Я долго не... Это манипуляция, потому что автоматическим образом она провоцирует человека. Почему же, что? Я думал, а ты все, ты в меня, ты вошел, ты полностью мой тонкий ход. Это как, например, во время продаж. Я думаю, вам не подойдет данное устройство. Я думаю, 11 телефон не для вас, да? Тогда что, для меня, спросите вы. Или когда в терапии ты хочешь человеку продать терапию и говоришь ему, мне кажется, терапия не для вас вам она не подойдет, потому что вы какой-то... И не важно, в какую сторону вы поведете человека, вправо или влево. Человек захочет доказать, как это я. Я что, не избранный? И он обязательно к вам придет. Поэтому используйте эти формулы, которые вам даются сейчас, чтобы понимать, а что от вас хочет тот или иной человек, почему он так себя ведет. Всегда ставьте под сомнение любую гипотезу либо любую мысль. Никогда не верьте на слово. Беда в том, что они меня обожают. В их глазах я идеальный муж для любимой дочки. Конечно. Да, то есть тут он себя продает и абсолютно соответствует. Он знает, что он говорит. Мамочка там уже кипятком свистит во все дыры и автоматическим образом она уже приняла в семью и разрешает на внутреннем уровне, чтобы это союз состоялся. Я богат, я южанин, у меня приличная работа, я прекрасный танцор и вообще умный парень. Я безупречен. Да, автоматическим образом, автоматическим образом, слишком много автоматического образа мужчины. Когда вы так себя ведете, это крайне смешно, нелепо и очень сильно вызывает много отвращения, потому что если вы по умолчанию таков, от вас это чувствуется. Если вы хотите что-то про себя рассказать, дождитесь ответа, который женщина вам задаст в любом случае. То есть, скажи, чем ты занимаешься? Она рассказывает про себя. Я подруга, которая занимается, не знаю, делаю ногти. Прикольно. А что еще делала в жизни? Где работала? Рассказывает про себя и она потом по итогу спросит у вас, а чем ты занимаешься? И тут вы можете рассказать вкраплениями, кто вы, про что вы и как вы. Но когда вот так себя ведут люди, ну это просто фейспалм, блядь. Не приберешься. В чем же проблема? Я объясню. Если ты выйдешь за меня, слушай внимательно, если ты выйдешь за меня... Да, тоже очень интересный момент. Нагнетающий, создающий, слушай внимательно, на вас треухи, отвлекись от еды. Пускай твои сейчас рецепторы переключатся только на зрительные слуховые каналы. Это будет поражением вечной битвы с волей родителей. Господи! И все же легче. Я думаю, тебе придется выйти за меня. Замечу, что ты забыл об одной маленькой детали. А какой? Тебе надо еще получить их согласие. Почему? Я уже спросил, а они согласны. Выходи за меня, и я буду очень счастлив. Ладно, здесь я промолчу, потому что промолчу. Обратите внимание на материнскую жизнь, та, которая желает своей дочери счастья и любви, скинула свою гриву, тем самым давая понимание того, что ее партия шахматная завершилась в ее пользу. Она поставила ферзя, он накан, и это партия сыграна под ее дудку. И обратите внимание, мама фактически с папой решили и дали согласие. И почему-то нашу юную особу это никаким образом вообще не беспокоит, потому что она понимает, что это действительно крутая, значимая партия в этот момент. А вспоминаем, как было с Ноем и какое было сопротивление и препятствие. Она согласилась абсолютно искренне и не могла понять, почему в тот момент, когда она сказала «да», ей вспомнилось лицо Ноя. Потому что созависимость не проходит без лечения, друзья мои. Она притупляет, становится меньше, и она словно уголек потухшего костра. Но стоит ветру подуть, стоит опять вспомнить то, что было ранее, маленький флюид или маленький легкий бриз может вновь воспламенить костер и вернуть все на круги своя. Помните об этом, когда вы принимаете решение выбрать здоровое отношение. Заметьте, во время всего фильма отец не занимается ничем, блядь, кроме того, как сидит, читает, либо делает что-нибудь, кроме ничего не деланья. Что купить? Плантацию Виндзор, дом своей мечты. Отец? И слушать ничего. Ну, то есть, батя, да, как бы, идет не то, что на поводу, а помогает своему ребенку, понимая, что для него это цель, для него это структура, у него создается внутри огонь для того, чтобы реально что-то делать, начинать, и он соответственным образом сопутствует этим удачам. То есть, здесь ничего плохого, ничего такого ужасного я не вижу. Нормальный шаг, вопрос лишь в том, что будет по итогу. Нормальная сепарация, нормальное отношение. Ладно, вы уже достаточно аналитические данные, можете применить свои самостоятельные, понять, что здесь отыгрует папа с сыном. Это он переезжает в тот дом, который он обещал, что обустроит для своей маленькой малышки, и он сделает все, как она просила. Это очень важный момент. Ну, и смотрел на дом, но видел только одно. Элли. Ауф. Чтобы утвердить строительный проект, судьба подыграла ему, сдав козырную карту. Да, кстати, вот эти вот вещи в жизни, это уже никаким образом, вот это меня всегда заставляет задуматься, и я очень рад, что такое вообще в жизни нашей есть, что такие явления в жизни нашей присутствуют. Воля случая, это круто, по-настоящему здорово, что не все нельзя объяснить, все всегда очень интересно, в жизни устроено, никогда не знаешь наверняка, что тебя ждет завтра, и это по-настоящему классно. Вот за этот момент фильм стоит по-настоящему уважать. И когда я что-то говорю, в момент времени в порыве эмоций какого-то своего спича, вы обращаете внимание и делите на два это все. Именно эмоциональные вещи. Это очень хороший показательный момент, когда человек действительно чего-то хочет, он берет и делает, ему нельзя запретить, если это не нарушает уголовный кодекс данной страны, в которой вы находитесь либо проживаете. Все, но и видит в этот момент, что все, его пассия теперь влюблена, теперь он тает, теперь он понимает, что нет никакого смысла заниматься тем, чтобы возвращать данного человека. Ну и в принципе-то и что ты хотел, столько времени прошло, надо жить дальше каждому из вас, а не пытать себя людьми, что ты можешь исправиться. Но это фильм, это история, это сказка для зрителя в первую очередь, для того, кто проживает. Маша, спасибо, блядь. Для широких аудиторий, широких масс. И здесь будет все так, как не бывает в реальности. А может, бывает, но я такого не встречал, а я встречал многое, поэтому смотрим далее. Когда Ной увидел Эли, в нем будто что-то замкнул. Он вбил себе в голову, что если восстановить старый дом, куда они приезжали той ночь... Вы проследите, какие директивные такие вот пасхалочки вкидывает вот этот диктор где-то, в фильм, и как сильно эта история учит якобы, что это настоящая любовь, но нет, ребят, это вообще далеко от того, что преподносится. Перевожу на человеческий язык. У него проснулся тот костер, который я говорил, да, просто нейрохимические соединения в коре головного мозга заиграли, и пульсация, гормоны стрельнули опять в гиппокам, гипоталамус, запустили в нем те же функции и те же состояния, которые он проживал до этого. Следующий момент. В голову он себе вбил, это называется якорение, что невротичное, ритуализм. Если я буду ходить по одной и той же улице каждый день, я как будто встречу этого человека, ничего общего не имеющий с любовью. Он 10 дней беспробудно пил, всерьез, подумывая, не спалить ли ему дом. Алкашка уходит от реальности. Он не может смириться с тем, что он потерял человека. то, во что мы вкладываемся, становится нам очень ценным. И если бы он спалил дом, он якобы разрушил бы состояние, как такой некий подарок, он бы разрабал связь, которая у него напрямую была связана с этой женщиной. Если вы находитесь в созависимости, эти отношения были больные, и потом вы оставляете себя в тех же условиях, с которыми вы находились, там в квартире той же живете, или если это было съемное, обязательно переезжайте, обязательно меняйте, обязательно убирайте подарки. На какое-то время вам необходимо от этого избавиться, чтобы вам ничего не напоминало. Это будет просто триггером. Вы ранее не дадите заживать. Вы не сможете это пройти. Как бы вам не хотелось, верните себе в реальность. 50 тысяч долларов. Это больше, чем я запросил. Вот именно. Намного больше. Ну и сказал, что 5 тысяч долларов сверху может предложить только тот, у кого мозги на пекре. Ну, на самом деле абсолютно логично. Увидел ценность, решил дать ва-банк, решил дать человеку больше, потому что показывает, что для него это по-настоящему важно, чтобы сделку заключить быстрее. Шизофреник здесь только ной. Утром он боролся с подступавшей тоской на реке. Да, кстати, если вам тяжело психически, обязательно через физику выгоняете из себя, если у вас нет возможности пойти на терапию. А вечером боль одиночества притупляла Марта Шоу. Боль одиночества притупляла. Нет, он использовал другую женщину как возможность и ресурс, чтобы не чувствовать себя наедине с собой погано и очень тяжело. И не ценил, обесценил, не вкладывался в женщину, и она в него влюблялась. Классика действительности. Обратите внимание, вообще никаким образом он не участвует в ее жизни. То есть, просто все, нет, мне похер насрать. И это очень сильно ее притягивает, и как он себя ведет рядом с этой женщиной в пансионате для престарелых. Вылизывает просто пятки. Конечно, это будет не нравиться, и она будет воспринимать, как должное ее это будет отталкивать. Вот, на этом наша первая часть разбора Дневник памяти подходит к концу. Смотрите, внимайте, внушайте себе новые установки, любите сами себя, занимайтесь своей жизнью в первую очередь и осознавайте, что вы сами у себя есть, а только потом вы выстраиваете что-то из кем-то. Если вы будете смещать ваше состояние в сторону кого-то человека, вы обрекаете себя на страдания. Спасибо.